В Алматы пьяный водитель сбил полицейского. Сотрудника правоохранительных органов госпитализировали с переломами обеих ног, разрывом внутренних органов и закрытой черепно-мозговой травмой. Увечий инспектор получил при исполнении должностных обязанностей. Он пытался остановить правонарушителя, который ехал по встречной полосе. Но водитель наехал на полицейского на полном ходу авто. Между тем, в МВД заявляют, что количество случаев управления машиной в состоянии опьянения не уменьшается. С начала года пресечено почти 18 тысяч таких фактов. Зарина Беремкул расскажет подробнее. В административной полиции заявляют о том, что ужесточение наказания за управление транспортом в нетрезвом виде пока работает не в полную силу. Хотя в меры вполне серьезные. Лишение прав на 7 лет и административный арест на 15 суток. Водительского удостоверения можно лишиться пожизненно, если управлять авто, будучи уже лишенным этого права и при совершении ДТП. Правоохранители просят обратить внимание, что уже сейчас навсегда лишились прав около 2700 водителей. Среди самых частых нарушений ПДД также превышение скорости движения, нарушение требования знаков и разметки. Кроме того, за отчетный период выявлено более 5000 фактов выезда на встречную полосу движения. Данное правонарушение является одним из наиболее тяжких также, так как при его совершении высокая вероятность совершения дорожных транспортных происшествий с летальным исходом. Часто на территории Казахстана нарушают правила владельцы иностранных авто. С начала года выявили 460 таких случаев в автоматическом режиме. Зачастую это были злобные неплательщики. В Кустанайской области на одну автомашину «Марти ВАЗ» было оформлено 51 предписание по необходимости уплаты штрафов на сумму 478 тысяч кинги. В этом же регионе установлен автомобиль «Тойота Эстима» с учетом Кыргызской республики, допустивший 91 нарушение правил дорожного движения на сумму более 1 миллиона 100 тысяч кинги. Водители по-прежнему продолжают заводить в страну авто, имеющие судебные обременения. Например, в августе полицейские выявили машину, имеющую 100 действующих ограничений на регистрацию. А в сентябре нашли авто, у которого 20 судебных обременений. За три месяца обнаружили 250 таких проблемных авто. Казахстанцам следует помнить о рисках при покупке автомобилей с иностранной регистрацией, так как можно лишиться этой машины и потерять свои деньги. Зарина Беремкул, Дарья Илеев, Информбюро, Нурсултан.